Воскресенье Здравствуйте, дорогие друзья! Я, Пшатов Владимир Владимирович, заместитель начальника Дома офицеров Каспийской флотилии. Предлагаю вашему вниманию видеосюжет «Герои Висло-Одерской операции», посвященный памятной дате военной истории Отечества. 12 января 1945 года советские войска начали Висло-Одерскую операцию. В начале 1945 года, когда Второй фронт союзников испытывал определенные трудности, советскому командованию пришлось начать операцию на несколько дней раньше, лишившись значительного времени на подготовку. Несмотря на это, продвижение 1-го Белорусского фронта под командованием Жукова и 1-го Украинского фронта под командованием Конева стала блестящим примером крупной наступательной операции. Настоящих героев среди участвующих в этой операции не с честь, но сегодня мы расскажем лишь о семи из них – командирах и простых солдатах. Гвардии капитан Иван Константинович Полилов. Прошел войну с июня 1941 года. К моменту начала Висло-Одерской операции он подошел в качестве командира роты 270-го стрелкового полка. В начале операции перед полком стояла важнейшая задача – захватить мост высокой грузоподъемности через реку Пилицу. Задача была успешно выполнена, что дало проход советским танкам. Рота Полилова вместе со своим командиром первой вступила на мост. Также одним из первых достиг Пилицы танковый батальон майора Михаила Дмитриевича Конова. После овладения переправой им было уничтожено при дальнейшем следовании пять опорных пунктов врага. После этого следовал пятичасовой бой за город Стерневице. В результате сражения был разгромлен вражеский пехотный полк, а город освобожден. После перехода Пилицы в советские соединения вступили в разноченные бои с врагом. Передовой батальон 77-й гвардейской стрелковой дивизии действовал с особенной доблестью, демонстрируя героизм. Исключительно повел себя старший сержант Перов, повторив подвиг Матросова, прикрыв своим телом вражескую амбразуру, чем спас жизни своих сослуживцев. Командир мотострелкового батальона Владимир Григорьевич Рыжов отличился в боях за Кельнце. Освобождение этого города имело огромное значение. Батальон Рыжова в ходе сражения вел непрерывный огонь и умело маневрировал. В результате его действий было уничтожено 200 солдат и командиров противника, 13 танков и 17 орудий. На протяжении всей Висло-Одерской операции умело отражал вражеские атаки полк подполковника Ивана Алексеевича Адеева. 12 января огонь, который он вел, помог прорвать эшелоны противника севернее Стопницы. В конце января под руководством Адеева была организована переправа на подручных средствах через ОДР советских батарей. Всего же за время операции полк Адеева уничтожил до 1200 офицеров и солдат противника, а также около двух десятков единиц вооружения. Особую отвагу проявил 19-летний юноша, автоматчик, ефрейтор Владимир Чумак. 14 января 1945 года на доле его роты выпала сложнейшая задача – атаковать укрепленные вражеские позиции. Молодой солдат проявил величайшую отвагу. Двигаясь от одной траншеи к другой, а затем и в уличных боях, Чумак уничтожил около 20 немцев и нескольких захватил в плен. Танковая рота капитана Ивана Ивановича Квасова 15 января 1945 года разгромила автоколонну противника под селом Мнишек. Важнейшим результатом успешной операции стал захват машин с важными вражескими документами и картами. Звездочка героя Подвиг наших дней Вечная, святое Родины моей Медаль героя России Святая высшая права Медаль героя России Звезда, омытая кровью По имя правды и чести По имя мира и жизни Медаль героя России Звезда во славу отчизны Медаль героя России Звезда во славу отчизны Там, где грохот боя Там, где ложь и подлость Там встают герои Их бессмертен подвиг Там встает отвага Мужество и честь Преданность и правда Лучшее, что есть Медаль героя России Звезда, омытая кровью По имя правды и чести По имя мира и жизни Медаль героя России Звезда во славу отчизны Медаль героя России Звезда во славу отчизны Не за блеск монеты Не за звон награды Подвиг совершают Потому что надо Надо встать кому-то У смерти на пути Надо ведь кому-то Родину спасти Медаль героя России Святая высшая проба Медаль героя России Звезда, омытая кровью По имя правды и чести По имя мира и жизни Медаль героя России Звезда во славу отчизны Медаль героя России Звезда по славу отчизны Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok